МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Дина Наумова. Сегодня расскажу вам о самых заметных городских событиях. И сейчас коротко о главном. Сбросить ядро, закрыть спичечный коробок, поднять клыком-кольцом. На площадке ММК состоялся традиционный конкурс лучшей машиниста-экскаватора. Облагородят 14 километров городских магистралей. В Магнитогорске в разгаре реализация программы «Безопасные качественные дороги». Олимпийские надежды Южного Урала-2023. На базе спортивного клуба «Металлург» в Магнитогорск состоялись соревнования в рамках 21-й спартакиада учащихся по настольному теннису. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Воспользовалась служебным положением. Магнитогорский адвокат присвоил о себе недвижимость доверенного лица. Пока потерпевшая находилась в тяжелом состоянии, серьезно болела. Известна о махинациях со стороны юриста стала лишь после смерти законной владелицы жилья. О подробностях дела расскажет Евгения Солхудинова. На странице в социальных сетях подсудимой адвокатессы список услуг. Однако, как оказалось, это не полный перечень. Одну из своих клиенток она успешно избавила от недвижимости, присвоив все себе. В суде установлено, что в июле 2020 года адвокат, имея доверенность на право распоряжения имуществом потерпевшей, которой ранее адвокат оказывал юридическую помощь, достоверно зная о том, что потерпевшая находится в больнице в тяжелом состоянии, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно приобрела право на имущество потерпевшей, а именно на квартиру, земельный участок и жилое строение в садовом товариществе. Юрист разработала целую схему отъема чужого имущества. Злоумышленница по доверенности от имени потерпевшей совершила сделки купли-продажи вышеуказанного имущества со своей знакомой, которая в свою очередь перепродала имущество непосредственно обвиняемой. Сумма похищенного составила около 1 миллиона 400 тысяч рублей. Потерпевшая умерла в больнице, так и не узнав обо всех махинациях, когда два ее сына решили вступить в наследственные права, оказалось, что наследовать нечего. Младшему из братьев Сергею 19 лет, своего жилья у него нет. Наследство, которое должна была оставить ему мама, это возможность приобрести квартиру. У меня даже нет штаба прописки в паспорте. Согласно приговору суда, подсудимая обязана вернуть присвоенное законным наследникам и понести заслуженное наказание. В обережном районном судом города Магнитогорска вынесен приговор в отношении адвоката адвокатской палаты Челябинской области, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговором суда обвиняемый назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания виновный назначен судебный штраф в размере 500 тысяч рублей. В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Евгения Сулхудинова, Алексей Витчинкин, Телекомпания, ТВИН. Продолжаем программу главной критерии оценки «Ювелирная точность исполнения». На специализированной площадке Магнитогорского металлургического комбината состоялся традиционный конкурс профмастерства «Лучший машинист-экскаватора». За звание лучшего в этом году боролись 20 участников – специалисты из Магнитогорска и Новотроицка. Они выполнили три практических упражнения, а также прошли тестирование. Хороший машинист-экскаватор, а мастер своего дела должен быть ловким, точным, умелым. Все эти качества демонстрировали участники традиционного конкурса профмастерства. В этот раз соревнования объединили 20 участников. 16 из них – это работники Магнитогорского металлургического комбината. Также за победу боролись специалисты Магнитогорского цементно-огнеупорного завода и предприятия «Шлаг-сервис». Еще два участника приехали в город Металлургов из Новотроицка. У машинистов-экскаватора предприятие «Акерман-цемент» за плечами по 30 лет трудового стажа. На конкурс, говорят, приехали, чтобы обменяться опытом. Общение. Тоже посмотреть, как люди, где работают. Профессионально всегда есть куда расти. Возможно, что-то увижу новое, кто-то по-другому работает. Опыт переймут. Конкурс по традиции состоял из двух частей. В рамках теоретической было необходимо ответить на 24 вопроса за полчаса. Практическая проходила на специально оборудованной площадке горно-обогатительного производства ММК и содержала в себе три этапа. Первый – сбросить ядро из ковша экскаватора в окружность диаметром 20 сантиметров. Второе упражнение – закрытие ковшом экскаватора спичечного коробка. В идеале коробок не должен быть при этом поврежден. Третье упражнение – поднять клыком экскаватора кольцо на подставке и переставить его на мишень. За ходом выполнения упражнения следили эксперты. Задание сложное, оно подтверждает квалификацию машиниста-эскаватора. Именно производственники генерируют идеи этапов конкурсов, поэтому мы руководствуемся ими. Несмотря на высокую сложность упражнений, справиться с ними получилось у многих. Попал ядром в десяточку машинист-экскаватор отделения номер один ЦПХ Владимир Иванов. Его стаж работы на производстве – три с половиной года. Являюсь учителем Володи Иванова, который первое упражнение шар сделал оригинально, отлично. Попал в середину. Пророчу ему. Из трех мест первое. Второе место займу я. Я участвую впервые в конкурсе, и неожиданно это для меня. Вадим Куксов – двукратный победитель конкурса. Сегодня он в составе судейской комиссии. Уверен, эти испытания не просто показательные выступления. Это отработка и демонстрация важных навыков. Для чего такая точность? Ну, бывает, что вот эта точность нужна. Думкары тоже задевать нельзя. Это навык. А чем его оценить? Вот эти навыки коробком оцениваются. И кидание ядра – это то же самое. Высчитать угол падения – это очень тяжело. Участникам конкурса в этот раз приходилось справляться не только с волнением, но и со сложными погодными условиями. Но ни дождь, ни сильный ветер никого не сломили. В итоге лучшим машинистом экскаватора в этом году был признан Константин Шевкунов – работник рудообогатительной фабрики Магнитогорского металлургического комбината. На втором месте – специалист цеха «Рудник» Андрей Безубахин. На третьем – Денис Ксенофонтов – машинист экскаватора «Ров» горно-обогатительного производства ММК. Евгения Сылхудинова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Городские пляжи готовят к открытию сезона. Проверяют качество воды и обследуют дно реки. Специально для очистки акватории от мусора приехали водолазы из МИАСа. Какие находки они обнаружили в Урале – расскажем далее. Водолазы ищут клады, но из находок лишь мелкий мусор. И если раньше с одной реки водолазы могли поднять, например, затонувший пирс, то сейчас чаще всего попадается пластик. В этот раз из воды вытащили еще и вот такой шлакоблок. Вот всякие стеклышки, мусор, железки и прочее. Тенденция общая такая, что то, что чистим, вроде бы сохраняют. Стараются сохранять. Раньше просто по 10 мешков вывозили. И каждый год по 10 мешков, каждый год по 10 мешков. Сейчас уже уменьшается. Ну, дай бог, чтобы дальше так было. Последние несколько лет прибрежную зону обследуют водолазы из МИАСа. Заходят на глубину до двух метров. Очищаем от мусора, от опасных предметов, от стеклышек, чтобы отдыхающие могли спокойно купаться безопасно. В общем, наша работа такая, водолазы мы. Очистка пляжей водолазами – одно из комплексных мероприятий по подготовке к летнему сезону. Их проводят ежегодно, чтобы отдыхающим было комфортно и безопасно находиться на городских пляжах. При приемке пляжа обязательно должен быть акт по очистке дна пляжа водолазами. В настоящее время уже взяты анализы воды, песка. Со всех трех пляжей отправлены на этой неделе. Мы уже будем знать результаты. Для купания в городе будут оборудованы три пляжа. За монументом Телфронту, за дворцом Спорта Динамо и в парке Лукоморье. Пляжный сезон в городе планируют открыть 1 июня. Ольга Аникина, Антон Грабарев, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске полным ходом идет реализация программы «Безопасные качественные дороги». В этом году благодаря ей будет отремонтировано порядка 14 километров городских магистралей. Где спецтехника завершила работу и куда в ближайшее время направиться, расскажем в следующем материале. В рамках программы «Безопасные качественные дороги» в городе уже отремонтированы участки на улицах «Зеленый лог» и «Набережная». Завершается укладка асфальта на 14-м участке. Идут работы на улице Вознесенской. Там ремонт разделили на два участка для удобства автомобилистов. Первый этап – это у нас отрезок, который от грязного до кругового. И вторым этапом мы будем делать от кругового до практически улицы Завинягина, ну там до трамвайных путей в сторону церкви. В планах провести ремонт по улице Калмыкова, от дома 142 до административной границы, по советской армии от улицы Советской до Вознесенской. Будет работать техника и на шоссе Западном, чтобы в последующем разгрузить пробки на выезде и въезде в поселки в Часыпик. Вообще в целом по данному контракту, по БКД, у нас шесть отрезков дорог, общая протяженность, если я не ошибаюсь, 8,97 километра. И на сегодняшний день находится еще, мы получили дополнительное финансирование, на сегодняшний день на торгах находится еще по дополнительной программе БКД. Это еще порядка 4,9 километра. Магнитогорские 635 километров дорог. Решение о ремонте участков улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» принимается на основании данных лабораторного обследования, выявляющего дефекты покрытия. Учитываются такие показатели, как наличие трещин, колейность, провалы или так называемые волны, нарушение бордюрного камня, просадка колодцев. Задача стоит так, чтобы условно в конце июля, ну может быть даже в начале августа, справиться со всеми, и с дополнительным финансированием, и с основным финансированием по БКД, чтобы уложиться четко в сроки. В рамках средних ремонтов будут обновлены порядка 32 участков. Запланировано отремонтировать и создать 45 участков тротуаров. Кстати, львиная доля заявок на этот вид работ поступила от жителей Магнитогорска. Продолжится реконструкция асфальтового полотна близ детских садов и школ. Там работу будут проводить в определенное время, чтобы не мешать воспитательному процессу. Дина Наумова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. К другим темам. Врачи третьей городской больницы продолжают осваивать новые методы лечения. Одно из современных направлений, которое взяли на вооружение хирурги, малоинвазивная герниопластика. После подобного мешательства не остается ни рубцов, ни рецидивов. На операционном столе 53-летний пациент. Из-за физических нагрузок у мужчины образовалась пупочная грыжа, которую и предстоит удалить. Через три небольших прокола в брюшной полости хирурги вводят специальные инструменты и микрокамеру. Благодаря ей область поражения до мельчайших деталей видна на экране. Такой метод выполнения операции называется лапароскопической герниопластикой. При помощи него хирургам предстоит устранить дефект и установить сетчатый имплант. Данный протез укрепит мышцы пациента и станет надежной защитой от рецидивов. Главной проблемой классических открытых операций. После любого, как говорится, вмешательства формируется рубец, который это уже не ткань нормальная, а все равно измененная соединительная ткань, которая не удерживает это все. И снова возникают вот эти вот дефекты в стенке и вываливаются опять эти внутренности. И поэтому вот наука нашла способ, когда, чтобы эту ткань, как говорится, заместить, они стали выполняться вот пластическим закрытием этих дефектов различными сетками. Многие больницы тоже начали такие операции, которые, но ставят они все, как правило, снаружи, изнутри. То есть вот именно эндоскопические, ляпроскопической техникой стали выполнять мы. Операции сложнейшие и требуют большого мастерства хирургов. Поэтому толчком для их внедрения, говорит Михаил Щербаков, стало прежде всего желание самих врачей взять на вооружение современные методы лечения пациентов. Эта инициатива нашла активную поддержку администрации больницы, которая и помогла с обучением и приобретением необходимого оборудования. Они сами проявляют интерес, сами к этому дают, никто никого не заставляет. Почему это и на добровольных началах это всегда хорошо идет? Почему все виды герниопластика практически освоены? Мы это делаем, конечно, ради наших больных. Потому что, в первую очередь, это менее травматично получается. Это уменьшается нашу, если экономию брать, то уменьшается койко-день. То есть обычно 3-4 дня человек уже побежал. Плюс ко всему, послеоперационный период в поликлинике тоже значительно сокращается. Плюс ко всему, косметический эффект. Нету этих больших рубцов страшных. Внедрение малоинвазивного подхода к лечению грыж помогло многим пациентам навсегда избавиться от этой проблемы. Сегодня за современным оперативным лечением в третью городскую больницу обращаются не только магнитогорцы, но также жители Башкортостана, Свердловской и Оренбургской областей приезжают даже из Краснодарского края. В год здесь оперируют более 100 человек, и число желающих постоянно растет. Татьяна Артенко, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Отличник учебы, талантливый музыкант, личность творческая и неординарная. Ученик школы номер 31 Кирилл Тепляков стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена». Он выступал в номинации «Твори» и вошел в число лучших в стране. Всем привет! Я Тепляков Кирилл. Мне 13 лет, и я из города Магнитогорск. Я занимаюсь вокалом, а также могу сыграть на шести инструментах, таких как гитара, баян, укулеле, аккордеон, балалайка, фортепиано. Именно с этой творческой презентации началась для Кирилла Теплякова история большого успеха. Ученик седьмого класса школы номер 31, решив принять участие в конкурсе «Большая перемена», отправил на суд жюри видеовизитку, после чего был приглашен на онлайн-собеседование, которое также успешно прошел и получил путевку в Артек. 21 день в самом известном лагере страны пролетел незаметно. Ребята не только отдыхали, но и разрабатывали и защищали проекты. В рамках смены состоялся финал «Большой перемены». Там мы решали кейсы. Кейсы были наподобие того, что мы создавали свою планету и делали свои ресурсы, придумывали план, как и что мы туда внесем. Ну, как создавали свое государство, только намного масштабнее. То есть планета называлась юность. Ребята также смогли принять участие в лекциях и мастер-классах известных журналистов, политиков и общественных деятелей. В том числе пообщались в режиме видеоконференции с президентом страны. В итоге из 600 финалистов были выбраны 300 победителей. Кирилл в их числе. Для меня это очень значимо, поскольку то, что я выиграл путешествие по всей России, запомнилось мне на всю жизнь. В рамках путешествия все победители «Большой перемены» посетили 15 городов нашей страны от Владивостока до Санкт-Петербурга. Ребята передвигались на собственном поезде по собственному маршруту. Кирилл подчеркивает, эта поездка подарила множество эмоций. Еще одной большой наградой для него стал опыт, который он обрел благодаря участию в проекте. Да, «Большая перемена», во-первых, дала мне море друзей, сообщников, можно сказать, с которыми мы до сих пор общаемся. Это очень яркие, креативные, талантливые люди, с которыми я прям рад, что познакомился, что жизнь меня с ними свела. Ну и также «Большая перемена» научила меня верить в себя, конечно, это работать в команде. В школе Кирилла встретили тепло, и педагоги, и ребята. Для многих сверстников он пример для подражания. Кирилл очень дружелюбный и добрый человек. Мне приятно с ним общаться, потому что с ним весело и здорово. Кирилл – это наша звезда, потому что, начиная с первого класса, когда он у нас учится, этот ребенок участвовал во всех мероприятиях – городских, школьных, районных. Он звездочка буквально вокального ансамбля Ивана Дамария, молодежного состава. И Кирилл всегда, всегда рядом с нами на любом празднике. Он очень легок на подъем. Он необыкновенный патриот. Он знает много об истории страны. И надо сказать, что «Большая перемена» привела к тому, что он стал знать еще больше. Дарья Алешина выступила в роли наставника Кирилла. Она рассказывает, таким, как у ее подопечной, главное не мешать. Все остальное он и сам сделает на отличном. В его победе педагог была уверена. Моя основная роль была немножко подталкивать Кирилла, потому что Кирилл у нас мальчик такой, ну он уже готовый. Потому что у него достаточно большой опыт был участия в городских конкурсах, во всероссийских. И вот когда мы с ним решили, что будем участвовать в конкурсе «Большая перемена», наверное, моя роль была лишь в том, чтобы немножечко его подталкивать, напоминать ему о том, что Кирилл у нас сейчас проходит такой-то этап, давай, давай, выполним задание. А Кирилл уже там сам выполнял, что было непонятно, обращался. Отличник в учебе, музыкант, участник всевозможных мероприятий, праздников, концертов. Кирилл успевает везде и более того, каждое дело доводит до совершенства. Сейчас он готовится к выступлению на последних звонках, где исполняет несколько музыкальных партий. Если же говорить о планах мальчика на перспективу, они тоже есть. В следующем году он обязательно примет участие в конкурсе уже в другой возрастной категории. И уверен еще раз, сумеет стать лучшим, впустив в свою жизнь большие перемены. Евгения Солхудинова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. 19 мая 1922 года было создано самое массовое детское объединение в мире – Всесоюзная пионерская организация. За годы ее существования пионерами побывали 210 миллионов человек. В день рождения пионерии в МГСД состоялось торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Для многих школьников торжественность обстановки при вручении паспортов стала приятной неожиданностью. В зале заседания городского собрания депутатов им пришлось побывать впервые. Именно здесь разгораются споры, где принимаются важнейшие решения для жизни нашего города. Вы сидите на местах депутатов, кстати, там посмотрите, написано все это. Для ребят подготовили познавательную справку об истории главного документа гражданина Российской Федерации. Как таковой паспорт ввел Людовик XIV в XVII веке во Франции. Дело в том, что большинство его подданных предпочитали именно выезжать из страны морским путем. И нужно было получить разрешение пройти через порт. Король собственноручно заверял дорожное удостоверение и выражение от пасы порт в народе впоследствии прозвали паспорт. В торжественной обстановке в день пионерии самые важные документы вручили 20-ти 14-летним школьникам. Самое главное, хотелось бы вам сказать, что вы получаете определенные права, но у вас появляются все определенные обязанности, которые вы обязаны выполнять. Организаторы церемонии поздравили подростков со знаковым событием и пожелали с честью нести звание граждан Российской Федерации. В дальнейшем я хочу двигаться в деятельности бизнеса. Для меня это очень интересно. Я считаю, что у меня получится. Честно говоря, мы не ожидали, что будет такое торжественное вручение. Очень приятно, потому что в наше время такого не было. И я считаю, что это надо делать постоянно, часто и детям прививать ответственность и торжественность момента, чтобы они могли это все прочувствовать. Пользуясь случаем, трем магнитогорским спортсменам вручили удостоверение кандидатов мастера спорта. Они выполнили разряд на первенстве и чемпионате России по универсальному бою. С первенства мира ребята привезли медали за первое, второе и третье места, а на чемпионате мира стали лучшими. Первый бой был сложен. Соперница больше на 30 килограмм была. Показали команду очень даже хорошо. Болели друг за другом. Тренировали ребята Ирина Кузнецова и Алексей Неклюдов. Участник боевых действий в Чечне Алексей Васильевич сейчас находится на боевом задании. Для нас, Союза ветеранов Афганистана и Чечне, это вдвойне приятно, что мы работаем вместе с ребятами, с этими клубами. Спонсируем их, помогаем физически, морально и так далее. Они участвуют во всех мероприятиях, в наших также. Завтра будет у нас погрузка, десятая гуманитарный груз. В завершении торжественного мероприятия новоиспеченные обладатели паспортов приняли участие в рейтинговом голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», проявив таким образом свою гражданскую позицию в законотворческом учреждении Магнитогорска. Дина Наумба, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. В специализированном зале настольного тенниса спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» состоялись соревнования в рамках 21-й спартакиада учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала» 2023 года. Участие в турнире приняли спортсмены со всей Челябинской области. Перед стартами тренировка в полную мощь. Хорошая подготовка – залог успешного выступления. В этом уверен каждый из участников 21-й спартакиады, учащихся в Челябинской области «Олимпийские надежды Южного Урала». Настольный теннис для этих юных спортсменов давно больше, чем просто увлечение. Это очень интересный вид спорта. Здесь надо думать, опережать соперника. Работают все мышцы тела. Эти ребята приехали из пласта, привезли на соревнования команду из восьми человек. Всего же участие в состязаниях приняли спортсмены со всей области. Из Магнитогорска, Усть-Катава, Садки, Миаса, Кусинского, Картолинского и Чесменского районов. Теннисисты из Челябинска рассказали, приехали, чтобы стать первыми в их составе победители состязаний самых различных уровней. На этих соревнованиях мы уже не первый год находимся. Всегда играем почти в одном составе. Настроены ли сейчас на первое место? Естественно, конечно. Считаю, шансы есть. Команда хорошая, все заряжены. Самые главные ваши соперники? Самые главные? Ну, сейчас, наверное, это Федор Разбойников и Ярослав Калешов. Это самые сильные магнитогорские ребята. Мы постоянно с ними играем в команде, в финалах, там всяких соревнований. Магнитогорские и челябинские спортсмены часто встречаются в финалах различных соревнований. Борьба за призовые места обычно получается упорная. В большинстве случаев мы побеждаем. В чем преимущество? В опыте, в опыте, в стиле игры, наигранность. Мы заряжены у членов все 100%. Мы уверены, что мы победим. Полностью согласен. Соревнования в рамках спартакиады длились три дня и включали в себя несколько этапов. Получить высокий балл на каждом из них было необходимо для финального результата. Идет общий зачет по командам. Они сначала играют командное первенство. В результат потом подводятся по 10 номинациям. То есть командное соревнование, личные соревнования по трем лучшим результатам мальчиков и девочек. Это шесть. И плюс еще парные соревнования мальчиков и девочек отдельно, где пары формируются только из организации, к которой они приехали. И потом поддаются определенные баллы и по этим очкам формируют общекомандные места. По итогам спартакиады первое и второе место в личном зачете среди мальчиков завоевали магнитогорцы Федор Разбойников и Ярослав Кулешов. На третьем – челябинец Александр Соломенин. Среди девочек все три призовых места взяли представительницы областной столицы. Победа в парном разряде также за челябинцами. Вторые и третьи места у магнитогорцев. В общекомандном зачете лидерами спартакиады стала сборная Челябинска. Ей уступили команды Магнитогорска и Саткинского района, завоевав второе и третье места соответственно. Евгения Солок-Пудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 23 мая. Всего доброго и до встречи!